Моя царю небесную, утешитель души истины, И жалеть древеси, я исполняю сокровища в ладе, И в жизни подателю, и в силе царны, И очистить себя всякие скверны, И спаси, Боже, души наши. Благи с вами, Господи, вот милостью. Там тебе слава, любви, любви, любви. Так, какое сегодняшнее Евангелие читали? Зовут родины. Пусть поет целый сирий. Лапоша. Кто, пожалуйста, не вангелие? Лапоша. Зовут родины. Зовут родины. Ближним. А кто ближний? Твой ближний кто сегодня? Кто оказал милость? А? Кто тебе оказал милость? Как одна сестра говорит, Блажение не давать, нежели принимать. Кто накрывал? Давайте мне, говорит, все, чтобы вам блаженство было. А мне давайте, чтобы мне все будет. Вам будет блаженство. А вам блаженство? Блажение не давать, нежели принимать. Я буду принимать, пусть я не такая блаженная буду, Так, это такая глава? Глава 10, Ивангелие Турки. С 25 стиха. Тихо, 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 все, прекратили. Слушаем внимательно. И вот один законник, то есть закон, хорошо, встал и искушая его, Христа, сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Как он? Законник других удела закона и не знал, как наследовать жизнь вечную? Искушая. Искушая, значит. Он же сказал ему, а в законе что написано, как читаешь? Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем и крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Правильно ты? Иисус сказал ему. Правильно ты отвечал. Так поступай и будешь жить. Все. Бога возлюби и ближнего своего, как самого себя. Поступай так и будешь жить. Толкование. Законник этот был человек хвостливый, очень высокомерный, как оказывается из нижеследующего, и сверх того коварный. Поэтому он приступает к Господу, искушая его, вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах. Но Господь указывает ему на тот самый закон, которым он очень надмивался. Смотри, с какой точностью закон заповедует любить Господа. Человек есть совершеннейший из всех творений. Хотя он и имеет и нечто общее со всеми ими, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, они бесчувственны, как камень. Имеет общее с растениями, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, как и растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет чувства, гневается и походствует. Но что возвышает человека над всеми прочими животными, он имеет общее и с Богом именно разумную душу. Поэтому закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу, и все душевные силы пленить в любовь Божию, словами, всем сердцем, указал на силу более грубую и свойственную растения. Словами всей душою, на силу более тонкую, приличную существа, одаренным чувствами, словами, всем разумением. Обозначил отличительную силу человека, разумную душу. Слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому, и ближнего твоего, как самого себя. Друзья, закон по причине младенчества, слушателей, не могший еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя. Его он говорит, никто не может оказать больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. Евангелие от Иоанна, 15 главе. Итак, законнику говорит, правильно ты отвечал. Поскольку ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, и по закону ты верно рассуждаешь. Когда мы учились в семинарии, и на лекции задавали вопрос, у нас было, значит, по нравственному богословию, преподавал Алексей Ильич Осипов. И вот он сказал мне, так это запомнилось, говорит, что вот закон, нет, был как где-то водитель до пришествия в мир Мессии. Но Господь посылал, пророков посылал, много посылал пророков. Пророки обличали людей, когда они уходили от истинного пути Божия. Старались их вернуть на тот путь, но не слушались они и дальше продолжали так. И уже на самом, сказать, рубеже, когда приходит, пришел Христос, и тогда они не поняли, что это Он пришел. Они в своем сознании, хотя законники были, знали закон, но они другого ждали Мессию-то. Почему? Потому что больше были преданы земным чувствам. Хорошо, если бы он, на счет, пятью хлебами на пять тысяч там напитал. Вот такого бы нам царя, с таким царем мы бы не голодали. Всегда бы все было, в очереди бы, в талонах бы никогда не было. Такого, они такого царя и ждали, что он придет и все, будет государство сильное, которое будет все уважать и бояться. Вот такое Божья надо было. А у Христос пришел невидим, сын плотника, по человеческому рождению, сын плотника. Нет никаких, и он нигде не говорит, что будем царствовать. Просит мать сыновей двух его учеников, чтобы сели по правую сторону и по левую у него, когда будет он царем. Он говорит, не знает, что просит. Она-то думала тоже, что он будет, когда будет царем, то они будут, чтобы ее сыновья были министрами при нем. Но вот, говорит, когда уже дошло до того, что никакой пророк не мог помочь исправить этот народ, как бывает так, говорит, когда мы, что-то у нас там палец, допустим, порезал я палец, но я не бегу в поликлинику или куда, я сам замазал чем-то там, завязал, заживет. Сломал даже палец, допустим, тоже, может, наложил что-то и не ходить. Но когда серьезно что-то, мы идем к врачу. Если более серьезно, мы уже не могут нас Мамонтова вылечить. Едем в город. Но еще более серьезно, то уже и в Парнауле отправляют куда-то, в Новосибирск или в Москву даже. Вон у племянницы там ребенок, она уже который раз, вот сейчас уже в феврале месяце, после Нового года, наверное, едут опять в Москву. Уже здесь даже в Томске, там в Новосибирске уже не могут, не берутся этого делать. Так вот, когда дошло уже до того, что уже ни один пророк не мог, значит, подействовать на народ, тогда Господь посылает мир Сына Своего Единородного. То есть время исполнилось, все уже, пороки не могли больше действовать. Нужна была более действенная сила, тогда появляется Христос. И далее. Но он, желая оправдать себя, этот законник, который подыскивался, все-таки оправдать себя хочется, сказал Иисусу, а кто мой ближний? Кто мой ближний? Но, кто знает? Кто может ответить на этот вопрос? Для кого каждый ближний? Где у него? Для его помощи человек. Все, кто живет рядом. Все, кто живет рядом. Но это так, что человек живет даже в одном доме, это может далеко-далеко быть. И не ближний. Те, кто служат друг другу, те и ближние друг другу. Слушаем дальше. Он милый. На это сказал Иисус. А кто мой ближний? Он взял вопрос. На это сказал Иисус. Человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидев его, прошел мимо. Священник даже не остановился, не посмотрел. Да, лежит, да, лежит. Может, на службу торопился, на требования какие. Прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Левит – это как бы церковный служитель. Может быть, там, певчий, регентом, или панамарь какой, кто-то, алтарник. Может, подошел все-таки, посмотрел. Этот уже более милосердный. Посмотрел тогда, что с ним связывается. Там опоздаю, на службу, да и свяжись там, потом мало ли еще будет. Ушел. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него. То есть, на пути оказался. Увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, высевая масло и вино. И посадил на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, довез до гостиницы. Значит, он его еще ночью, может быть, делал ему какие-то там еще перевязки, примочки делал. Еще всю ночь с ним, может быть, возился. Только утром отъезжая. Выдал два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. Если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Вот как. Ну, кажется, дошел, все, уже будешь спасенный. И ехал бы дальше, нет, ты позаботься. То есть, полностью на себя взял его содержание. Больше истратишь этого. Будет на мне долг. Я возвращусь, тогда отдам тебе. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думает, что ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Даже назвать, что самарянин, он не мог, потому что... Это как бы не оскверниться этим даже. То есть, это не нашей веры, не нашей нации человек, поэтому... Законник, получив... Он сказал, оказавшему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Законник получил похвалу от Спасителя. Выказал высокомерие. Он сказал, а кто ближний мой? Он думал, что он приведен праведен, и не имеет подобного себе и близкого подобродетеля. Ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же. Такой же, как он. Итак, желая оправдать себя и возвыситься перед всеми людьми, он с гордостью говорит, а кто ближний мой? То есть, я никого здесь не вижу, чтобы кто был ближний, как я. Такой же уровень, во всем. В законах, в праведности, во всем. Но Спаситель, поскольку Он творец и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. Не думай, говорит, что поскольку ты приведен, то и нет тебе никого подобного. Ибо все, имеющие одну и ту же природу, суть ближняя твои. Итак, и ты сам будь ближним их не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе в пример самаренина, чтобы тебе показать, что хотя он различался по жизни, однако же стал ближним для нуждавшегося в милости. Так и ты проявляй себя ближним через сострадание и поспешай на помощь по собственному признанию. Итак, этой притчей мы научаемся быть готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Вот кто ближний. Не тот, кто рядом сидит, а тот, кто нуждается в нашей помощи. Тот и ближний. Познаемая благость Божия в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни. Ибо Иерусалим означает видение мира. Город святой. Куда же шла? В Иерихон. Пустой, низкий, удушливый, от жара. То есть в жизнь, полную страстей. Смотри, не сказал он сошел, но шел. Ибо природа человеческая всегда склонялась к земному. Не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником. То есть попался бесом. То есть откуда шел? Святого города. А Иерихон еще по-другому сказать, что он был городом, куда могли убегать убийцы. То есть там где-то мы были. А в этом месте уже его не могли убить. Закон запрещал в этом месте убивать. А там если он не убежал, то могли родственника отомстить и убить его. И попался разбойником. То есть попался бесом. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесом. Они, разоблачив человека и сняв с него одежду добродетели, нанесли ему греховные раны. Ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия. А потом и наносят раны грехами. Природу человеческую они оставили едва живым. Или потому, что душа бессмертна, а тело смертно. И таким образом подчинена смерти половина человека. Или потому, что природа человеческая не совсем была отвержена. И надеялась получить спасение во Христе. И таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адама смерть вошла в мир, так и через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Послание к Римлянам, 5 глава. Под священником и левитом, разумею, пожалуй, законы пророков. Ибо они желали оправдать человека, но не могли. И невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Послание апостола Павла Каеврея, 10 глава. Закон пришел и остановился надлежащим. Но потом, не имея силы уврачевать, отступил. И это разнишает, прошел мимо. Смотри, слово по случаю имеет некоторый смысл. Ибо закон действительно дан не по особой какой-нибудь причине, но по причине слабости человеческой, не могшая сначала принять Христово таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не на врачито, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою и названный Самарянином, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и целью, поставил то самое, чтобы исцелить нас. И не проходом только, и посетил нас не случайно, но жил и беседовал непризрачно. Зачаст перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее, возил масло и вино. Масло есть слово учение, предуготовленное к добродетели, обещанием благ, а вино – слово учение, приводящее к добродетели страхом. То есть милосердие и страх. И Анну Златоусты говорит, в беседе говорит, мне говорят, ты часто напоминаешь нам о страстном суде. Он говорит, не перестану напоминать, что нас ждет там, потому что это как вино, бывающее, строгость учения. Что если не будете этого, то вы все погибнете, говорит. Вы что думаете, тех, на которых упала башня, что они были грешнее вас? Нет. И где там кровь Пилат смешал, говорит, с землей там кровь, их там, ну, пойдем, мятеж там подняли, и он там жестоко подавил. Они что думаете, грешнее вас было? Нет, говорит. Но если вы не покаетесь, то с вами будет то же самое. Его закон действительно дал по особой какой-то причине, но по причине, не пока особой какой-то причине, но по причине слабости человеческой, не могший сначала принять Христово Таинство. Поэтому и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека, не нарочит, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвой, и назван самарянином, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом, и к пути, и целью, поставив то самое, чтобы исцелить нас, и не проходом только, не проходом только, но и посетил нас не случайно, но жил с нами, и беседовал непризрочно. За час перевязал раны, не попустил болезни усилиться, но связав ее, возил масло и вино, масло есть слово учения, предуготовляющее к добродетелю обещанием благ, а вино слово учения, приводящее к добродетелю страхом. Итак, когда слышишь слово Господа, прийди ко мне, и я успокою вас, это масло, ибо показывает милость и упокоение. Таковы же слова, приидите, наследуйте царство, уготованное вам. Но когда Господь говорит, идите во тьму, это вино, учение строгое, и ежедневно те, которые бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемым миром, такчас же приобщаясь к церкви и прищащаясь к божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. «В гостинице есть церковь, церковь принимающая, закон не всех принимал, ибо сказано, амонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне», второзаконие, 23 глава, «но во всяком народе, боящийся его, приятен ему», деяние, 10 глава, «а если желает уверовать и сделать со членом церкви, ибо она всех принимает, и грешников, и мытарей, примечает точность, какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение, прежде чем принес в нее, он только перевязал раны». Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народов, тогда открылись и дары Святого Духа, и благодать Божия распространилась, это узнаешь из деяния апостольских, образ гостинника носит в себе всякий апостол и учитель и пастырь. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеют на себе изображение одного царя. Сие это динарии, Господь, восходя на небеса, оставил апостола, и последующих времен епископам и учителям. Сказал, «Если что из своего издержишь, я отдам тебе». Апостолы действительно издерживали и свое, многое трудившись, и повсюду рассеивая учения. Да и учителя, учители последующих времен, изъясняя ветхий и новый завет, многое издержали своего. За это они получили награду. Когда Господь возвратится, то есть во второе его пришествие, тогда каждый из них скажет ему, «Господи, Ты дал нам два динария, вот я приобрел другие два». И он также скажет такому, «Хорошо, добрый раб». Не посчитайте, кто там мелко сильно плохо лежит. Комментарий. Что могут сказать на Суде Божьем православные пастыри, скрывшие и два динарии, ничего не потрачившие сверх их? Жизнь такого гостиника, сплошное самоосуждение, гибель для тех, над кем она властвует. Так как отменили закон Божий, то есть Библию, то это место не осталось пустым. Стали вводить в лжедуховность, потребовали видимые атрибуты поклонения и все замироточило. Это поражает воображение язычников, приходящих в храм, они чувствуют себя, как и кослы князя Владимира, как на небе. Разум спит, слово Божие отсутствует и с волкованием Библии никто не ищет. К этому нет никакой жажды у народа. Если это толкование Блаженного Феопилакта читать вслух священников, не называя автора, то они мгновенно выдадут. Это говорит Бактист, они постоянно, это они носятся со своей Библией. Придумали крещение с полным погружением, как праздник языческого Бога Нептуна справляют. Беседовать на тему разумения священного Писания с православными вообще не приходится. У них намертво атрофировано духовное чувство близости к Богу через слышание Слова Божия. И похоже, выхода из этой ситуации не предвидится, если не будет установлен авторитет Библии. Бог не изменен, как святой истинный. И если за отступление от Своего Слова Он разметывал Израиль, как засохший корм грязи, ком грязи по всему миру, превращая его в пыль, точно так же будет и с нынешними презрителями Слова Божия, то есть Библия. Посланник евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. За отступление от истинного поклонения Богу Бог уничтожает поколение за поколением, оставляя себе только единицы верных. Сираха, 16,3. Лучше один праведник, нежели тысячи грешников. Может случиться так, что и вся земля русская будет исповедовать иную веру, так как Бог перестал защищать землю, которая отвергает его слово. Исчезает нация, сделавшаяся богопротивной и не признающая слово Творца своего. И во всем этом виноваты пастыри, скрывшие слово Божие. Луки 13,3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Какие вопросы есть по сегодняшнему от Евангелия? Тут написано, что больше, чем себя заповедовать, любить ближнего как самого себя. Но Христос молчал любить ближнего больше, чем и самого себя. То есть душу свой даже полагать на кресте. вот в этом. Как апостолы шли? Вот апостол Филипп посчитали сегодня житие его. Для чего им это нужно? А сидел бы потихоньку где-нибудь там в пещерке и остался бы живой. А так пошел. А если он пошел, то почему? Да из любви к ближним, к людям, кому мог оказать милость, проповедь, с боговестием о Христе. И чем закончилась его жизнь? Кто читал сегодня? Ты читал? Ну, как жизнь его закончилась? На христе. Распяли, на христе. Вот так вот. Он больше возлюбил, чем тех. Он пошел даже не пожалел своей жизни ради ближней своей. Ну, а мы возлюбили самого ближнего как самого себя. Ну, а как мы самого себя, мы не будем за себя жизнь отдавать. Я люблю себя так, что я вот... Вот. Вот в этом и есть что. Вот сегодняшняя как раз память апостола Филиппа это об этом и есть ответ, что он возлюбил больше, что душу свою положил за ближних своих. Кому оказал эту милость. Через него сколько людей уверовано во Христа. есть и сегодня такие, где мы так просто думаем, а люди есть, вот в Сирии сегодня сообщают, там же христиане, православная церковь была, гонят, сколько там, захватили один монастырь, полностью в монастыре всех расстреляли. Мученики есть и в этом, в 21 веке. Мы думаем, что в 20 веке самого много. Нет, и в 21 тоже есть. показывают даже некоторые роли, как там меня христиан публично казнят в каких-то странах по-африканскому. Люди обращаются, они там публично. Я с одним батюшкой, отец за ней в Австралию приезжал, служит в Индонезии. И вот тоже, говорит, там очень гонение на христиан сильное. Так вот, как-то тайно, да что это? Ну, у него есть, там община есть. Тоже потихоньку. Я спросил, даже Брида, говорит, нельзя, это сразу, говорит, будет, даже я, ни дня там не будет. Чтобы, если будет, он с бородой, то, я поэтому, вот, его и пископ благословит, чтобы не выделять себя слишком из народа. Я когда жили в Киргизии, там я слышал, было такое, что одна молодая семья, лучшая жена, но они баптисты были. И вот они решили там богоставать среди киргизов. Поехали не в городе, а там, где их аулы, достоинбища. Но негр вначале выучили киргизский язык, могли свободно развивать на киргизском языке. Ихняя традиция, и вот они приехали, там так же поставили юрту себе и стали жить, там она так же, там кумы сварить, все это, заниматься с ними, и как бы, и сами потихоньку выставать, и какое-то время, говорит, уже стали обращаться, там их крестили, и общинка, среди киргизов, киргизы, башкистов. Я сам это не видел, но это рассказывали люди, так вот, что это вполне возможно. так. А у нас, видишь, как, что, допустим, храм есть, храм открыли, служит уже, там, 15-20 лет, батюшка, а постоянных прихожан 5-6 человек. Почему? Потому что батюшка приехал, отслужил, и опять уехал на неделю, там, где-то, то есть, там никто не занимается, ну, и что, и то не каждое воскресенье, даже, там бывает. Да и приехал, только ослужил, ни слова, беседы нет такой, не занять ничего, и уехал, поэтому есть, что там старенькие прищи, вот 5-6 человек, постоянные, как бы, прихожане, все, больше нет никого. А селения больше тысячи, жителей. Я даже такие большие села, у нас районные центры, спрашиваю, батюшка, сколько я постоянно? Ну, в воскресенье, у меня, ну, 20-30 человек, районные центры, 20-30 человек, ну, на праздник, правда, больше бывает, на Пасху, там, на Крещение, на Рождество, там, побольше бывает, да, бывает до сотни, а это так вот, такие, потому что нет живого слова, нет динария, ни одного, ни другого, ни одного динария, в гостинице придется, ни одного динария не заплатил, а кто будет за ним ухаживать, кому он нужен, если не заплачен, ничего, да некому тратить-то, больше истратишь, он даже, то два динария, которые даны, и те, они не истрачиваются, то есть, в оборот не пускаются, у меня он знаком, батюшка, говорит, мне ко мне, говорит, себя в деревне служил, встали, говорит, ездить из города, говорит, почему, а за что, да, за что, я спрашиваю, почему вы, там рядом храм у вас, это время, но, вы вот за каждым богослужением, говорит, вы что-то говорите, и читаете, какое-то поучение, говорит, а мы там, говорит, ходим, там пять батюшек в храме служат, ни разу, говорит, не прочитают, нет ничего, потом потошла, все разошлись, а вы за каждым, говорит, за каждой службе, там два-три раза, что-то там прочитаете, там что-то скажете, мы, только поэтому, за 20 километров ездят туда, на службу к нему. Ну, я вот когда в старинном опеворе была, я ходила в один монастырь сначала, и тоже, вот народу много, а проповедей никогда никакой не было, а потом Басов подсказал, говорит, мне больше нравится Никольский храм, он небольшой, говорит, ну, тоже там женский монастырь, я стала туда ходить, там, он до того тесный, там, наверное, вот такое вот село, вот место было, но когда, вот, заканчивалась служба, знали, что вот сейчас уже будет проповедь, вот какое-то оживление, и все как-то туда поближе, вперед, чтобы каждому услышать. Очень интересно было в этом храме. Батюшка тратил динамики, которые были. А в этом и есть любовь к жизни. Не только то, что что-то дать человеку, в этом-то и есть забота о большем, о душе его. Еще какие вопросы-то есть? Нет? Все ясно. Ну, слава Богу. Значит, давайте так, что, это, значит, 10 глава Евангелия от Плаки, запомните, 25 стиха, притча, значит, о добром самарянине. Как он бы не хотел законник самарянина, а оказался, ну, не то, что он издет, что он, ближний-то получался, только и законник мог бы быть, а самарянин оказал, но он-то согласился в конце, что он сказал в конце? Кто его оказал? Ну, он как согласился? Он бы мог сказать, раз тот он назвал самарянин, он бы сказал, да самарянин, конечно, он даже боялся язык осквернить, то есть, насколько он правильный, как я скажу, самарянин, не счастлив. Ну, оказавший милость, но признал, хотя бы, но признал. Вот так, он не спрашивал, какая вера у тебя там, что у нас сегодня, приди, не так, что-то пойдет, и тебя метлой погонят еще, но, хоть где? Ну, и у Евгений, что сохраняется все равно. И не благословят, да, не благословят. Я говорю, ты поехал, ты проконсультировался, я вам объясняю, что, когда Горбачев собирался ехать в Японию, то из Японии, инструктор, в течение месяца, учил Горбачева, как правильно пить чай. Там у них, это традиция пить чай, как сидеть, как ноги, там руки, как блюдцем, как дуть на чай, как прихлебывать, как в это время беседу вести, и он это тренировался, а ты, говорю, пошел туда, ну, такое делай, и ты даже не, это, хоть как крестил, двумя, но у меня, потому что, будущий это зять сказал, что как это показал, как это, я уж так это старался. Как было это? А, Игнатий, рассказывай там, он сейчас священником служит в этом, в Грузии где-то, а тогда он баптистом еще был, ну, и вот, познакомились когда-то, ну, и были в Москве, и он, там они в Москве и покрестились, в Переделкино, по-моему, там полным погружением, ну, и последнее повел его к старообрядцам, все говорят, будете, вы креститесь, держите, держите все, ну, тренировались дома, так, ага, вестись так, так, да, вестись так, ну, ну, пришли, я, гляну, говорит, ах, говорит, он стоит, молится за это, молится, все равно, пальцы не рвешь, да, я говорю, так, ну, что же ты делаешь, ты, выдал, конспирация не прошла, ну, да, вот, вот, а когда нужно оказать кому-то милость, это не надо спрашивать, какой ты веры, а кто ты есть, какой нации у тебя, надо спрашивать, покажи милость ему, ну, то есть даже если это неверующий человек, ну, вот сейчас Елена Анатольевна скажет, у нас математика нет, это не то, что-то вы, что-то начинаете вы здесь футрировать, а вот это, это, даже неверующий человек, даже неверующий человек, даже пьяница, да, вот он лежит, мы идем, лежит, он замерзает, ну, что же, я прошел и все, но все-таки человек, ну, мало ли всякой причины, может, перебрал человек, может, еще что-то, может, что-то еще случилось, все равно надо остановиться, что-то, ну, узнать, хотя постараться, помочь, когда только поженились, мы жили там на Капитальном, у нас была там, это, коммунальная комнатка, одна там, три хозяева, кухня на троих было, ну, и вечером, мороз на улице, градусов под 40 был, страшный мороз, вдруг забегает, уже темно было, Надежда Васильевна, вся растрепана, ой, ой, как спаслась, что такое, не доходя до нас, буквально там, немного, там метров, может, пятьдесят, видит, лежит на сегу человек, замерзает, 40 градусов, он же замерзнет, она подошла, он же, выпишет, ну, ну, ты что там, это, он ее, как сгреб, пьяный, пьяный, да, значит, это, как это, она от него вырвалась, это, как она прибежала, ну, муж, говорит, вот, тебе сколько, говорил-то, не лезь, куда тебе, не надо-то, она вырвалась, побежала, вся такая, испуганная, напуганная, как это, ну, правильно, мы первые женщины, один раз, просто же не лезь, аккуратно, смотри, мы легли уже спать, то может действительно, вдруг стучится дверь, мы жили на втором этаже, стучится дверь, ну, я, говорит, подошел, кто там, откройте, я замерзаю, но я-то позвал соседа, Иван, твоя семья, жили маленький, мальчик был, мужик так здоровый, я разбудил, Иван, так и так, что-то, я боюсь, один открывал, но, открыли, правда, мужик, он, что, вы, говорите, пустите, я замерзаю, у меня же руки, ноги, наверное, отмерзли, кто, да я вот приехал на свадьбу, здесь свадьба, я заблудился, потерял всех своих, поехали куда-то там, вышли они из автобуса, из трамвая, я не знаю, куда идти, и вот это я все, ну, что, я никуда, я вот здесь, вот лягу возле порога, и ложиться, тут же, пьяный, ну, так еще он, умеет, ну, ладно, дверь закрыли мы, я его давай расспрашивать, Иван стоит здесь, значит, слушает, я говорю, а вы приехали где, какие дома вы, да дома такие, деревянные, двухэтажные, а я видел, напротив нас дом, двухэтажные, там двухэтажные деревья, там что-то люди, ага, 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 я говорю, а от трамвая далеко ты шел, да нет, как-то мы вот приехали с вокзала, как-то прошли, немножко повернули, здесь эта узенькая улочка, там проволок был, он всего-то вот пробовал там, машина только пройдет, и все, где машина не разъехать, так я говорю, наверное, здесь, ты идти можешь, пойдем, я тебя провожу, Иван говорит, я тебя подожду, там возле подъезда, там посмотрю, как все, ну, вышли, когда подошли, а там они уже сколготились, его ищут, потерялся мужик-то, нет мужика-то, гуляют, гуляют, а потеряли мужика-то, ну, мы подходим, и кто, вот здесь, нашли, ну, вот проводили мы его, милость оказали, и вот, пьяный, заблудился, так и замерзают люди-то, это же, уснул он, если ладно, он еще, а если уснул, он все, замерз уже, считай, к утру было только, ледышка от него, у нас было, как-то в потеряеке, одна женщина замерзла, дояркой была, работала, пошла, утром на ферму, вот ферма-то была, геолагерь, тогда вот, подальше, нашли только весной, там где-то вот, ушла аж стригинь, там, за околками, туда там, под капну соломы, там она присела, и все, и так, весной только нашли, искали, ходили, там уже, и буран перестал, искали, и без... кто загадает, ее там, ее замело, уже там снегом замело, а как мы нашли, когда это было, сколько лет, десять назад, девку-то нашли, больше, больше, да ну не двадцать, представь вас, мы еще не жили, мы живем 17 лет, мы 18-й год живем, и вы не жили здесь еще? нет, тут были только еще, еще только никого, совсем мало, пасхальная неделя была, недавно, нет, нет, это уже лет 20 лет, мы уже не были как 10 лет, пасхара, пасхара не была, еще снег толком не ставил, и заходит этот, мужик бы жил на разъезде, Вася, красноморда такой, у меня вся морда красная такая, я, говорит, там нашел, кто-то на поле лежит, не ваши, говорит, там лежит, кто, ну какая-то, женщина лежит, а мы пошли, прямо вот как от Игоря, это через околочек, где вот тюки у него, как поедет на разъезде, поворачиваем по этой дороге, и на правой стороне, на этом поле, чуть подальше, ну мы пошли, она так лежит, не лежит, она так сидит, как-то так, это на этой, а к чему прислонилась? А ни с чему, что-то я не помню, даже ничего нет, тут как-то у нее рука, так это, она так это, и она уже это, еще все пощерневшее лицо, пощерневшие руки, ну мы не стали, мы сразу тогда сообщили, позвонили, приехали на танкетки, приехали скорчены, а это было уже что, это было апрель месяц, наверное, ранняя Пасха была, ну прошло как раз на сороковой день, как она погибла, на сороковой день, сорок дней она там пролежала, она ушла на 8 марта, они на урывках, там они, значит, гуляли, а этот переезд был еще открытый, вот первый переезд, где ягод собираем, он был открытый, там как всегда горели огни, а они возили солому, и дорога была прочищена трактором, почти вот уже, ну вот где-то на бугре, там эти поля, это были там урызские поля тогда, и вот до туда было пройдено, она видать вышла, то есть там что-то они рассорились, и она психанула, пошла, и она шла-шла по дороге, а потом, наверное, увидела в огни-то, и пошла на огни, а попробуй по снегу-то пройди, шла-шла, и, наверное, уже все, и выбила, ей бы немножко, если вправо бы, она бы на деревню наткнулась, а она левее взяла ее на поле, и все, а ее поискали, нет, и все, а кто ее думал, здесь искать ее, там бульдозером Киревец нанимали, чистили дорогу от урыва до Корченка, ну, и девка эта, Корченская была, нашли ее, замерзла, она молоденькая, лет 16-17, ну да, девчонки, прогулась, все, замерзла, замерзла все очень просто, поэтому, когда есть это, то только не это, пишут, как-то вспоминают, вот началось, как гриб, и одна, значит, это давно было, что она медицинским работником была, и на войне была, прошла войну, там, медсестрой была, говорит, и вот, когда, говорит, попали там в окружение, где-то, мы целый месяц, говорит, выходили из окружения, шли там по лесу, там по поясу, в снегу, там это все, морозы, говорит, были, но у нас, говорит, не было ни одного случая, чтобы кто-то заболел простудным заболеванием, чтобы кто-то простыл, было, говорит, что люди обмораживали, там, руки, ноги, там, замерзали, устал, там, потный, ночью уснул, а спали там под открытым, замерз, что если так, не надо было, там, дружбу, это, а чтобы простыл, этого случая, говорит, не было, то есть, напряженность в таком состоянии, а замерзать, замерзали, поэтому, когда я заглудиваю, то и старайтесь не спать, только чтобы не уснуть, а кто-то потом оживал, говорит, когда засыпаешь, то видишь, говорит, печь, тепло, говорит, так хорошо, и вот, еще на стене расслабляется человек, и все, и тогда у меня это конец, самая легкая смерть, говорят, в воде, в воде, что? самая легкая смерть, замерзнуть-то нелегкая, как, все равно порваться, сейчас борется, еще как-то, самая легкая смерть, как в воде самолегче, говорят, всякая легкая, самая легкая смерть, когда ты умираешь в покаянии, надежды воскресения, жизни вечной, самая легкая смерть, как читаем благодарственная карта, все это, говорит, даже отражается на лицах умерших, каким они светом, говорит, даже умерший человек осияет, это так и есть, вот другой, даже человек, смотришь, аж какой я скажу, а другой, как он будто бы, он просто уснул, лежит и как бы улыбается, ну, вот как мы Тамару-то отпевали, плачка, ну, я про рассказы, так как она страдала, перед смертью, там, что-то, мне же одну ногу отняли, за неделю до смерти, ну, и у меня вот такой представитель, измученное такое лицо будет у нее, но когда вот я увидела, вот какое-то вот такое умиротворение и спокойствие, на лице, я даже не ожидала, что такое, не отдали, сидись, не страданий, как я сказал, так сиди здесь, любишься, абсолютный покой, ей батюшка, отказал в причастии, перед смертью, уже она умирала, и он отказал ей в причастии, хотя по канонам, даже если человек, за самое тяжкое преступление, за убийство, там, его наложили 5 минутам, на 20 лет, а через день ее умирает, его обязаны причастить, нельзя отказать в этом причастии, любой грех, но когда человек уже умирает, он им отказал только одно, исповед, отрекись, от Лапкина, отрекись, отрекись, скажи, что я отрекаюсь от них, и что трехкратное погружение, это было неправильно, отрекись от этого, все не стало, она звонит мне, Валентина звонит, тогда я поехал, я ее за, за три дня причастил, я ее все, поиспоеду причастил, и она умирает, она умерла, когда она, наши там, в общем, это разговаривает, Виктор Андреевич, да как же теперь, мне ногу-то отняли, как же она теперь, во вторую, это пришествие, что же она на одной ноге и будет, а Господь как говорит, Виктор Андреевич говорит, да все, я уже нашел, выпросил ногу, и положили в голову, так что, все нормально будет, с двумя ногами будет, вот это да, так вот, и вот это бывает, и так, но и до того, умиротворенное лицо бывает, а и кто читал книжку, отец Арсений, он там три смерти, как умирал один там, который там, это жизнь была такая, как он там, страшно умирал, там все боялись его, ну приятно, что бес его мучили уже там, это, а другой там, привези раненого там, молодой совсем паренек, он тихо, подайте мне крестик поцеловать, и умер, тоже там полковник, или кто умирал, тихо, ей поисповедовалось, я говорю, вам поисповедуюсь, а вы потом расскажите священнику, и все, поисповедовался, и умер, тихо, спокойно, а тот, как мучился, его привязывали там, он там рвал все, а ее вызывает, она придет, он как только увидит, он начинает там мать, а потом она молится, а потом постепенно, постепенно затихает, а все там врачи, как вы так, Людмила, как вы могли так, утихомирить, и все ничего не могли затрекать, затихало. как прожитая жизнь такая, есть и рассказывает такое, что не может умереть долго, это есть и молитва, долго страдающая, что молитва на то, чтобы Господь разрешил скорее, вот этой жизни, потому что человек мучается, какие-то грехи, может быть, не раскаянные, или что-то мучает человека, и долго мучается, не может умереть, я вот первую смерть видел, кто это дедушка, мой мамкин отец, на Карповке, мы собираемся в школу утром, это было 13, не 17 декабря, 17 декабря было, мороз, и такая метель, и с морозом была там, мороз, наверное, за 30 градусов, и метель рвет, сюда мог выйти нельзя, ну, а в школу-то эти, мы собираемся в школу, мамка приехала, мамка ходила с Татьяной, была в положении с Татьяной, да, с Татьяной она была, уже она в последнее время, это был декабрь, она ее родила-то в феврале, в конце января она ее родила, вот она приехала, за отцом-то походи там, ну, и утром-то проснулись, бабушка пешку руссказдопляет, говорит, Егор, что тебе, да смотри, говорит, лапша, а он же не поднимался на кровати, лежал так, там, привязали, там, что-то поднимется, такая, уже не вставать не мог, но все, был в разуме, все, да, последнее, ну, мы-то здесь уже, что-то там, перехватили, уже одеваемся, а мамка говорит, ой, мамонька, тятенька умирает, наверное, он гляд, он так вот, глазами как-то вводит, мамка, скорее, скорее, давайте снимать это, тятеньку, снимать нельзя, он на железной кровати спал, на железной кровати нельзя помирать, это грех, скорее, это была широкая скамейка, скамейку поставили, скорее, мы кое-как его на скамейку-то положили, положили его так, чтобы перед глазами, божничка, как была-то, он так глазами-то вводит, так смотрит, смотрит, что-то сказать хочет, а язык, рот-то открыл, а языка-то, как-то не видать, он как-то язык туда провалился, у него, и потом, как он так, еще раз и третий раз вздохнул и все ну мы в школу уже не пошли давай там потом идти в контору звонить чтобы это позвонили вот и отец выехал отец выехал и как только проехал он бор от бора еще пять километров метели он заблудился на лошади и как-то он ездил ездил и где-то он как-то выехал то ли там на вознесенку выехал другую деревню как-то выехал где-то мог бы замерзнуть тоже мороз и метель такая но он доехал выехал отец и вот хоронили мороз такой был на карпах и похоронили таковой скрытие какое ему было ночью уже 80 лет на нас лишним было он участник двух войн был на японской было и на германская пятом году 14 году когда была с германией а в эту войну мы уже не брали все все на вере взяли а он уже по годам не подходил дедушкам высокий был такой рост и борода у меня делать как видно велосипеде ездил все там оттуда приедем у себя едем они борода так разделиться так он когда едет велосипеде то она борода так на причем одна половина по это другая по эту сторону это мой дедушка едет дедушка я всегда с гостинцами приезжал что не привезет гостинцев каких-нибудь белый хлеб у нас такого хлеба не было бабушка пекла маньяка там получишь жили конечно привезет мать по кусочкам разделить этого хлеба у него своя посуда была в шкафу на верхней полочке стояла дедушки на посуду с нашей посуды меня своя посуда мы учились 5 6 7 класс у них учились надо 4 класса вот мы как приезжаем осенью мы неделю на карантине карантин неделя отдельный идем с ними с ними отдельно за столом посуды одежда потом каждый это молитву к счету а потом считает разрешитель молитву и тогда мы уже вместе и после зимой после каникул мы тоже также приезжаем опять карантин у нас до карантин потому что дома у нас это вот соблюдалась но не так хотя мы в школе нам мы никогда не пили в школе запрещалось мы никогда ни разу школе и начались ну а так строго то не было поэтому мы как бы на нижней ступени находились праведность так вот люди старались сохранить как-то веру читали по воскресеньям собирались приходили там старички ищет помолиться молились молились ну что там по полуночнице за счетом я не знаю что канон какой а потом читали послезавтрака читали златоуста златоуста славянском языке такая большая книга была вот девочка вот и по учению златоуста но там они как сокращенно на славянском языке читали читал расскажите что один раз интересно и гнать и говорит не помню я помню читали значить ему попался там листок и написаны на славянском но от руки написаны ты знаете считаешь я скажу что там писан да какая-то ерунда дедушка как мы так вот этот палец был и ноготь какой-то у него был это такой как бы толстый кажется что он как хвостом сразу шишка на обувь соскать благословил какая-то геронда да вот когда было истинное обращение то так что чтобы все понимали на меньше оно было там допустим по учению златоуста но как-то уже было написано такое краткое можно было что-то понять то можно было на все слушали сидели все дедушки там и приходили больше сидели слушали помолиться как все слушали сидели почитает потом рассуждают что-то и всегда то что я помню заканчивая рассуждение они оставались уже двое еще один бургет там такое и вот они все хотелось бы говорить и горло ли вонишь дожить посмотреть чем она закончится советского что она закончится не не сомневались но как она закончится чем закончится они всегда вот хотелось бы дожить посмотреть чем она закончится но это еще пятьдесят седьмой год был дедушка умер пятьдесят седьмой но сейчас возьмем пятьдесят шестой там нас еще 40 50 лет какой пися это там пятьдесят шестой там сорок четыре до 16 60 лет 60 лет а нет ну да но за 90 года 90 года возьмись из 56 года возьмем там уж писать мой дедушка 86 35 35 лет они дожили они до этого надо пока она закончится но они же подстали все когда она закончится пережили все здесь же они жили где вот наш старый дом дедушка здесь жил была там хибарка это все отняли все 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 отняли даже чугунки с каши из печки забрали все погрузил он на эту тележку как от лагеря на которых это все что собрал там осталось остальное и уехали туда на карпа было четверо детей вот мать старшая была и третьих еще было пацана ты все ушли на фронт четверо и все погибли мать осталась у бабушки было шестнадцать детей выжило только четверо шестнадцать а у вас если у нас 12 было 12 10 10 боя умерла нас а сейчас осталось восемь три брата пять сестер все страна живущий нас 10 было все было никогда не думали что мы у плохо живем даже в мысль это праздновать на коколе и всегда хорошо хорошо и никогда не слышал об отец или мать жаловались как мы никогда не с ней не слышали не знаем чтобы отец мать и ругались и привет при вас чтобы они как-то но увидели выясняли отношения никогда у тебя кого спрашиваю сестру ты не помню я не помню если было то запоминался на работе на а вот завязала вон газа горит убежала бы куда-то я думаю поздно как мамка завязаны это интересно посмотреть в этот момент не важно что она посмотрели не убежали как и завязана глазами нас канавы накопаны там это уже до того же тяжко на бывает ставьте на работе дома надо так летнуть и мать их под матрёна никак не могла решает решает все вроде хорошо сделать приду домой и мне опять единица двойка мамка мне спички разложит все это вот за стёпы быть целый съесть он уже растет останется у вас в доме главный хозяин подкормить его сильнее исаак то чё уже в каком седьмом через два года и сап уйдет уже все ему подписываться да все ему и ну так ладно значит следующую субботу я буду про новую лесу воскресенье там причасти и больные ждут я на другой день чего я не знаю там суббота и воскресенье только так если здесь меня ослужить два часа закончилось 4 на поезд нет 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 но у меня как воскресенье то больше поездов 4 часа идёт ну да хорошо массу жили мне выезжать надо в 4 часа в субботу утром то выезжать надо если барнов это ехать на воскресенье утром но для приехать тогда уже вечером до него только я поеду в гости далеко с больной ногой с костынями но тоже в зиму поедешь да нет нет там шутка далеко не а вы чё идите то интересно да за вашими разговорами это у них перекус ладно никто в субботу на воскресенье надо никому городу значит не билеты возьми сумма туда воскресенье обратно так теперь мне как-то у меня на это положить бы надо сколько-то на интернет так как интернет как и допустим я вот положил не так как на телефоне или нет нет ну допустим я сегодня положил допустим там 500 рублей да о добрый день валентина слушая любовь я бы осоветать и господи силы душевная интересная как ты ничего ходишь еще тебе кто не приходите а проведают хоть не ладно хорошо бог помощи я всегда помню мы часто занятия здесь проводим помолируем ладно храни вовсе с рубцовского валентина после благословения на пост валентина с рубцовского вот они прожили тоже не сжает нет да вы без паспортов они мать ее сидела да не знаю она наверно сидела лет пять тоже тогда заприняться все они на советскую власть работать грех и с ней работать и на свободе то сиди несколько паспорта не получали не брали паспорта мать так умерла без пенсии но я нам же умерла на 90 лет за марта так он вела на пенсию не получал но валентина вот они потом когда познакомились сигнать и кула там общем то не вот они тогда присоединились и вот здесь они по науле в таймерке вот это валя барышникова их там тоже была присоединились там мария толстого это была они стали туда посещать ходить франку то они много не посещались они ходили сколько лет там ну и вот там я сколько и в 15 ездил на вот русовство все это на там уже сейчас остались живых это было десять человек сейчас осталось там жили там одна жила в тольменке какая-то там я не стоменки я не знаю это мне был виталий и володин володя здоровый такой володя умер сын виталий такой щупенький такой как роман она приезжает раз лежат ой батюшка счет да у меня беда виталий погиб как погиб он там шофером работал где работал в магазине там это возил продукты в магазине его на продавщица колдовала да а он же у меня он у меня как монах был на виталии у меня монах он монах у меня это все например но каждый ну вот это было сейчас он вот это там сне это мария ну какой папа и молодой по 30 лет парень здоровый все но бабенка тоже не коллег это мы еще что там кого-то в свод этого нет 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 она его обворожила и вот и все она пропал мой виталька пробовал все это погиб мы как раз приехали они пробивали храм дверь пробивали дома с этой стороны было где у нас и печка стоит у нас дверь здесь мы разбивали это окно разбили да и вот разбивали там кратко крепко я им дал эти колуны лома мне два лома сломали колун там сломали чат ли я ребят ну что вы делали то нет забьют это и потом борося как на нас а чё ты чай пить булочками сказали божья милость все больше сегодня бараны садись голода ну там-то я видал если чего